В преддверии майских праздников необходимо мобилизовать силы и максимально эффективно использовать все средства для профилактики пожаров. Тема пожароопасности стала главной на прошедшем сегодня в Белгороде селекторном совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности у нашего корреспондента Елены Труфановой. Весенние палы – настоящее стихийное бедствие для Белгородщины. 325 выездов сотрудников областного МЧС к местам возгорания. И это только за последние 18 дней. Всему виной опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву на полях. По мнению обывателей, это быстрый способ убрать прошлогодние растительные остатки, да еще и удобрить почву золой. На деле же оказывается иначе. Своим беспечным поведением горе-поджигатели наносят колоссальный урон природе. Человек примитивно думает, что он только ждох прошлогоднюю траву и ничего более. Отнюдь. Он уничтожил миллионы, миллиарды микроорганизмов. Он стерилизовал почву. Буквально в смысле этого слова. Он лишил ее плодородия. Он осквернил ее. Буквально в смысле этого слова. Это бодлость и преступление. Сегодня в ряде районов области сложилась крайне сложная ситуация. Переломить ее – одна из главных задач. Наибольшие масштабы бедствия приняло в Белгородской агломерации, Староскольском городском округе, Алексеевском, Веделевском, Волоконовском и Красненском районах. Сил профессиональных огнеборцев зачастую просто не хватает. Тут на помощь должны прийти добровольные пожарные команды и дружины. Но не всегда руководство на местах готово к оперативному реагированию. Я не буду переходить на личности, но мы начинаем поднимать глав сельских поселений. Мало того, что некоторые из них не отвечают на телефоны, некоторые вообще отбивают телефоны. Мы не можем вызвать ДПД, потому что мы ДПД и ДПК вызываем через глав сельских поселений. В итоге, взять Белгородский район, 23 территориальных добровольных пожарных дружины. Общая численность 123 человек. 80 загораний, 19 раз ДПД привлекалось. Но извините, мы не можем перекрыть. У нас Белгородский район, 80, Белгород 53, а 5 пожарных подразделений, 5. За вчерашний день мы выехали 33 раза, а по области всего 45 подразделений пожарной охраны. Причина того, что область горит, низкий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Главы муниципалитетов предписано усилить работу. Просвещение населения одна из важнейших задач, ведь пожар проще предотвратить, чем потушить. Подворовые обходы и беседы должны стать привычной практикой. Кроме того, необходимо обеспечить своевременную очистку территории от легко воспламеняемого мусора. Помимо этого, нужно увеличить число оперативных групп, патрулирующих пожарную обстановку в районе. У глав сельских поселений, как я это понимаю, должны быть постановления о запрете сжигания травы на полях, как вблизи населенных пунктов лесов, так и на своих территориях. Я считаю, что необходимо организовать наблюдение усиленное, круглосуточное за возникающими очагами и вообще за теми местами, которые у вас, простите, ежегодно выгорают. Вы прекрасно знаете все те участки, все камышовые, болота, прилегающие к дорогам территории, вблизи населенных пунктов и лесов. Вот за ними организовать уже с сегодняшнего дня пристальнейшее наблюдение. Передавать оперативно информацию. У нас есть с вами дежурно-диспетчерские службы в администрациях, поэтому все главы сельских поселений обязаны оперативно предоставлять туда эту информацию о малейших каких-то подозрениях, а сами в это время принимать меры. Необходимо также, по мнению руководства, привлечь общественные организации и казачество. Кроме того, со следующей недели во всех школах нашего края пройдут уроки пожарной безопасности. Помните, мы не должны оставаться молчаливыми свидетелями. Это наша общая беда, и на борьбу с ней нужно выходить всем миром. Елена Труфанова, Виталий Петренко, Новости Мира Белогорья.